День с толком С 1 мая проезд в общественном транспорте Барнаула подорожает на 5 рублей. Новая стоимость составит 35 рублей. По словам экспертов, повышение проезда дело вынуждено и связано с ростом цен на бензин и запчасти. Более того, перевозчикам нужно повышать зарплату водителя. Ожидается, что рост тарифа повлечет улучшение качества обслуживания пассажиров. Ну, во всяком случае, этого ждут жители краевой столицы. А мы, в свою очередь, напомним, что при оплате транспортной карты стоимость проезда будет ниже. По единому проездному и проездному для граждан цена составит 27 рублей. С электронным кошельком – 29 рублей. К другой теме. Жители Барнаула переживают, что могут остаться без маршрутки номер 6. В социальных сетях комментаторы считают этот маршрут востребованным и с точки зрения стабильности работы не самым худшим. Дело в том, что перевозчика, обслуживающего этот маршрут, лишили права на работу с ним. Такое решение 11 апреля принял Краевой арбитражный суд, удовлетворив иск городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Последний счел обслуживание маршрута неудовлетворительным. Однако всех обеспокоенных городские власти уверяют – работа маршрута останется без изменений. После вступления в силу решения суда будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Власти Края напоминают пострадавшим от паводка, что им доступна бесплатная юридическая помощь. Так, на горячую линию управления юстиции Края уже обратились 40 человек из Первомайского, Михайловского, Кулундинского и других районов. Речь идет в том числе об оформлении заявления на выплату материальной помощи. Тему продолжит Дарья Ерошина. Подтопленцы могут получить по 10 тысяч рублей на восстановление приусадебного участка или по 30, если вода зашла в дом. Для этого нужно написать заявление. Как именно оформляется бумага, граждан могут проконсультировать юристы бесплатно. Обратиться за помощью можно на сайте Управления юстиции Алтайского края. В разделе «Интернет-приемная» ищем нужную вкладку и переходим на страницу с электронной формой для заполнения. Чтобы получать уведомления о рассмотрении обращения, нужно указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Такая же функция есть и на сайте правительства Алтайского края. Здесь в форме заявления есть графы, чтобы быстро создать личный кабинет. Кроме того, для тех, кто не может самостоятельно подать заявление лично или через интернет, действует мобильный офис Управления юстиции. Он переезжает из района в район, уже побывал в Табунском и Кулундинском, а 18 апреля приедет в Косихинский. Также обращаться можно по телефону горячей линии. Он на экране. По данным управления ГОЧС по городу Барнаулу, уровень воды в Аби еще близок к критическим отметкам, но уже идет на спад. В поселке Затон остается перекрытой дорога от улицы Якорной до улицы Матросской. Работает понтонный мост. Глава города поручил и дальше держать ситуацию на контроле. Дарья Ярошина, День с толком. Жители многоэтажки в центре города 4 года страдают от потопов. Крыша пятиэтажки официально признана аварийной и давно нуждается в капитальном ремонте. Может ли кто-то бросить спасательный круг людям, узнавала Валентина Аскерова. Где балка вот эта, там получаются отверстия, через которые проходит вода, она капает. На улице осадки вода фонтаном льется в подъезды и квартиры. Жильцы многоэтажки на Димитрово уже 4 года страдают от регулярных потопов. Кровля дома аварийная, процент износа превышает 70%. Вот у меня здесь как раз таки в углу все протекает, оно проходило, вода сюда вся проходила, а здесь получается вот она вздулась. Здесь все вздувается, это все чистило. Ну пока это ремонт еще не делали смысла, пока крышу не починят. Жильцам дома на Димитрово не обязательно запасаться водой в бутылках, чтобы помыть пол в подъезде. Вода льет прямо с крыши. Несколько потопов и пол в подъезде сверкает чистотой. Это, конечно, нотка юмора. Людям не до смеха. Жильцам приходится жить в вечной сырости и каждый раз просить небесную канцелярию повременить с осадками. Мы одни из первых заселились в этот дом. Ну, лет, наверное, 15 было все нормально. Потом начались некоторые проблемы, то есть протечки крыши. Но когда с 20-го года уже был ливень, прямо с крыши, подвесные потолки не натяжные, а подвесные. С них лилось, я думаю, ну все. Дом постройки 1987 года. Кровля мягкая, наплавляемая. Срок эксплуатации такой крыши составляет порядка 10 лет. Но капитальный ремонт не проводился ни разу за 30 лет, отмечает директор управляющей компании Простор. В рамках текущего содержания дома проводился латочный ремонт кровли. Поэтому вот сейчас вышли с предложением к собственникам о изменении тарифа на взносы по капитальному ремонту и о переносе срока капитального ремонта на более ранний срок. На сегодняшний день капремонт кровли запланирован на 29-31 годы. Сроки можно сдвинуть. Поднять тариф аж на 80%, говорят коммунальщики. С 10 до 18 рублей. Собственникам нужно провести общедомовое собрание. Проведение собрания, общего собрания собственников в помещении многоквартирного дома, где они двумя третями принимают решение о том, что все-таки по данной разновидности требуется безотлагательный ремонт. Но большинство собственников не готовы платить втридорога за капитальный ремонт кровли. Жильцы уверены, что это бесполезная кабала, которая не приблизит заветный день ремонта. Ведь дом молодой, а в очереди куда более возрастные многоэтажки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В 2026 году в АКЗ смогут появиться представители двух новых партий. Таким мнением поделились политические эксперты Алтайского края во время круглого стола касательно грядущих выборов членов ЗАГС Собрания. Также политтехнологи озвучили медиарейтинг депутатов. Какое политическое настроение сейчас превалирует у избирателей и какая фракция выглядит наиболее перспективной, смотрите в материале Данила Кузнецова. У нас всегда был спикер, всегда на первом месте парламента. Мы первый раз видим, ну, требует осмысления. С депутатского медиарейтинга началось обсуждение грядущих выборов в АКЗС, которые будут в 2026 году. Первую строчку в списке экспертов занял отнюдь не председатель парламента Александр Романенко, а его заместитель Денис Голобородько. В антирейтинге лидирующие позиции заняли коммунисты. 7 из 10 человек из КПРФ. Зато электорат у красных за последние годы увеличился. Если с начала 2000-х мы всегда рассматривали базовое ядро в 15%, то сейчас мы говорим о том, что 32% гарантированно всегда будут голосовать за левых. Ну, неважно, в чем они будут представлены. Ну, в каждом регионе мы видим другую представленность. С другой стороны, по мнению экспертов, общество стало более сбалансированным в политическом плане. Число центристов увеличилось за 20 лет примерно в полтора раза, достигнув 55%. Поэтому эксперты ставят на то, что Единая Россия и дальше будет усиливать свое влияние в АКЗС. Однако никто не исключает, что раскладка может слегка измениться, если зайдут новые фракции. Скорее всего, это будут новые люди и неожиданно партия пенсионеров. И мы понимаем, что партия пенсионеров электорально имеет везде возможность прохождения за счет бренда, за счет правильно подобранных тематик. По мнению экспертной группы, Единая Россия с отрывом победит на выборах в АКЗС в 2026 году. Остальным же фракциям и их представителям предстоит найти свои ниши для поднятия рейтинга. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле проверили здоровье школьников. В Край вновь приступили к обследованию учеников по проекту «Здоровое сердце ребенка». Сегодня специалисты Центра здоровья и медпрофилактики побывали в 53-й школе. Зачем проверять здоровье сердца у тех, кого, казалось бы, не должны в силу возраста коснуться сердечно-сосудистые заболевания, расскажет Мария Костылева. Сегодня специалисты Центра здоровья и профилактики проводят диагностику здоровья у шестиклассников. Медики оценивают частоту пульса, измеряют рост, вес, проверяют уровень холестерина, глюкозы и проводят электрокардиограмму. Такие обследования позволяют выявить факторы риска и научить детей предупреждать развитие сосудистых патологий с молоду. Выезжать никуда не нужно, мы приезжаем сами, обследуем и по нашим данным, то есть у двух третих детей мы выявляем факторы риска. Также мы, кроме сердечно-сосудистых, выявляем и сахарный диабет. То есть в этом году, с начала этого года мы уже выявили два случая сахарного диабета, то есть у детей в школе, которые были на фоне полного здоровья. Учебное заведение уже не первый год принимает участие в региональном проекте здравоохранения. По мнению директора школы Юлии Галкиной, с каждым годом количество учащихся, которые проходят обследование, растет. Все больше родителей дают согласие на диагностику в стенах школы. Тем более медуслугу оказывают бесплатно. Так, за два дня диагностику прошли около 200 ребятишек. Инфаркт и инсульт, согласно статистике, заметно помолодели. И нет ничего важнее здоровья подрастающего поколения. И данная процедура как раз позволяет выявлять какие-то изменения у детей. И вовремя обращаться в медицинские учреждения и минимизировать все риски, которые связаны со здоровьем. Детей, у которых в ходе обследования выявили патологию, направляют в краевые детские медорганизации. Кстати, результаты проведенных исследований отдают на руки сразу после диагностики. Мы выдаем детям на руки сразу заключение, потому что после нашего обследования ребенок подходит к педиатру и получает полностью результат по обследованию, по физическому развитию, по правильному питанию, если у ребенка выявлен избыточный вес или ожирение, по режиму дня, режима труда и отдыха. Напомним, региональная программа «Здоровое сердце ребенка» реализуется в Крае уже шестой год подряд. Только за прошлый год специалисты медцентра проверили более 20 тысяч детей. В текущем году обследования прошли уже 5 тысяч школьников. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнаул прибыл поезд «Сила в правде». 9 вагонов с экспонатами военной техники, образцы беспилотников, оружие. А на отдельных платформах привезли и трофейную, захваченную в сражениях последних двух лет, технику наших противников в СВО, такую, как американская боевая машина «Брэдли». Подробнее смотрите в сюжете. Поезд «Сила в правде» добрался до Барнаула. Каждый из девяти вагонов – Музей военной истории нашей страны. Событие пришлось на историческую дату. 16 апреля началась берлинская наступательная операция. Начало Великой Победы. Для нашей семьи это замечательный праздник 9 мая, потому что отец у нас фронтовик, и 9 мая мы всегда встречали всей семьей, и поэтому для нас это, конечно, священный день. Внучка старшая стояла в карауле на посту номер один. Сейчас младшая внучка в юнормейском отряде будет сегодня здесь присутствовать. Поэтому для нас это не просто любопытство ради, а это, говорят же по зову сердца, именно так. Будет охвачено акцией 75 городов в 67 субъектах Российской Федерации. Уважаемые товарищи, в составе эшелона находятся 9 тематических вагонов и большое количество трофейного вооружения и военной техники производства стран НАТО. Едем для того, чтобы развенчивать те мифы, о которых говорит западная пресса, что их техника непобедима, которую они поставляют украинским вооруженным силам. В этом вагоне по соседству с артиллерией Великой Отечественной войны представлена и современная техника. Отдельная полка отведена под разные виды дронов. Так выглядит солдат, который управляет дронами Камиказы. Операторы в пиве дронов. Это вот эти они все, да, дроны? Дроны, да, дроны. А разведывательные с камерой здесь где-то представлены? Вот разведывательные с камерой. Вот, пожалуйста, дрон с камерой. Может, летит и ведет разведку. Визит эшелона в город – повод для вступления в ряды движения юнормейцев. Еще один отряд получил значки и удостоверение в торжественной обстановке. Огромный интерес. Вы посмотрите, сколько, значит, сегодня участников нашего торжественного, вообще говоря, и праздничного события такой пояс встречать. Это дань защитникам отечества всех поколений. Трофей противника – главные экспонаты для агитационно-пропагандистской работы. Один из таких – американская боевая машина для перевозки пехоты – Брэдли. Данная машина была захвачена на Авдеевском направлении на ивре 2023 года. Данная БМП была подбита гранатометчиком группы центров прямым попаданием в левую гусеницу, после чего экипаж покинул машину. Благодаря нашим военнослужащим ремонту эвакуационной роты ночью под огнем противника с помощью двух боевых машин данная БМП была эвакуирована из серой зоны. Общие маршруты эвакуировали более пяти километров, минуя минные поля. Поезд остановится в 75 городах России. Завершить маршрут, который в итоге составит около 36 тысяч километров, он должен 8 мая и вернуться в Москву. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям культуры. С 17 апреля в концертном зале филармонии состоится трибют-концерт известной рок-группы во главе с московским музыкантом Денисом Шиповаловым. Музыку в уникальной аранжировке исполнит оригинальный состав, солирующая электровиолончель, рок-бэнт и симфонический оркестр. На репетиции концерта побывала наша съемочная группа. Так проходит подготовка к концерту московского музыканта Дениса Шиповалова в сопровождении симфонического оркестра Краевой государственной филармонии. Зрителям предстоит погрузиться в мир музыки и увидеть необычные возможности электровиолончели. Вот такая будет музыка, у нас звучит такая. Опять такие возможности шикарные. А можно сыграть таким волшебным звуком. Таким можно. А потом так. Музыканты исполнят мировые хиты из знаменитых альбомов британской рок-группы Pink Floyd. Руководить оркестром будет дирижер Дмитрий Лузин. Как, скажем, вообще рок-музыка и, в частности, Pink Floyd в мою жизнь вошли? В 89-м году впервые Pink Floyd приехали в СССР. Дали в Москве, по-моему, несколько концертов. И это было просто вот какое-то феерия оглушительное. Я заинтересовался, что за Pink Floyd. Пластиночка тогда вышла. Купил, ну и вот просто с ума сошел. Думаю, что же это за чудо такое, эта музыка. Кстати, это не первая совместная работа с Денисом Шаповаловым. Работать с Денисом – это просто, это всегда праздник. Что с классикой, что с рок-трибютами. Я думаю, мы большие друзья. Я не погрешу, вот, видите. Так что это всегда большой праздник. Проект уникальный совершенно, потому что это не трибют в прямом его выражении, когда люди выходят с электрогитарами, с органами, с барабанами и поют, собственно, один в один то, что пели классики. А это некий взгляд с такой классической стороны, потому что здесь оркестр является группой. Вилончель является в одном лице и певцом, и гитарой. Плюс необычные аранжировки для симфонического оркестра. В общем, необычный совершенно взгляд на рок-музыку, на музыку группы Pink Floyd. Добавим, концерт состоится в филармонии завтра, 17 апреля в 18.30. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова